ты знаешь кварц мелкие мелкие похожи очень условия на условия стали слышать они вредничают можно вредничать вы выделенная я не знаю линия просто картинки подгружаются со вчерашнего дня как поперли песок раз песок рассматриваю сейчас берег океана там океаны какие-то большие там вся планета поделенная на две стороны я не не знаю теперь по каким законам она работает там по каким гравитация какая-то меня лишь одна сторона как никогда не поворачивалась вот не так как земля вращается как месяц знаешь как луна что 1 не разворачивается только одной стороны 1 постоянно светлая 1 постоянно темная и планету видно сверху смотришь как черно-белое то вечно светлая это вечно темно вот где у вас бой был это было на темной стороне где жили люди скажем так они жили на светлой стороне голова не совсем такой форме, как у людей, верхняя часть немножко больше. Не такая уродлива больше, а красивая. И глаза очень большие у людей. Намного больше, скажем, чем у тех, которые на этой планете мы живем. А так, в принципе, антропоморфные по-моему, они не очень высокого роста, насколько я понимаю. Рост там не слишком высокий. Может, такой, как тут, может, даже чуть-чуть. Поменьше, да? Да, да. Да, да. Метр шестьдесят, метр пятьдесят. Вот такой вот. Ну, более-менее такие. Насколько я вижу. Кожа светлая. Немножко не такая белая, как у рыжих людей, а чуть-чуть оливковая. Такая, знаешь, как у... Как смуглый человек, допустим. Вот такая вот. Глаза вижу, волосы вижу, как жили. Просто рассматриваю картинки. Они мне с вчерашнего дня очень хорошо подгружаются. Про кристалльчики расскажу. Там у каждого... Там какое-то... Как бы это сказать... Устройство. Это были не государства. Это были большие общины. Как роды или кланы. Как это правильно сказать? Скорее, кланы, наверное. И у каждого клана или у каждого рода были свои кристаллы. И хранитель кристалла. Но хранителем была женщина. Она просто как... Своим полем держала этот кристалл. Я это так понимаю. А вот наполняла его или... Там было... Это был как квантовый компьютер. Только такое, знаешь, загруженная информация была одного рода. Там именно по этому роду хранилась информация. И вся информация, которая на жизнь людей влияла, скажем так. Это было рождение, инкарнация, перерождение. И в то же время множество-множество данных из жизни каждого человека. Как все туда вписывалось. Это не значит, что его жизнь была общедоступна. Что все члены этого, скажем так, рода, этого социума могли посмотреть. А что там этому снилось? Нет. Она была закрытой информацией. Но в том компьютере, скажем так, в том кристалле она хранилась. Обо всем эта информация была. И когда там как-то интересная очень реинкарнация была, там именно воплощались в том роду люди. Они не пересекались из рода в род. Ну, разве что в некоторых случаях. Я теперь понимаю, вижу, что были как отщепенцы, которые дальше-дальше выдвигались. Но их было, ну, это было не, ну, как сказать, очень мало этих людей было. Это было не правило. Это были как некоторые. И вот эти вот кристаллы огромные такие, они примерно вот такого вот размера были. Если брать, ну, соотношение роста, да, и размеры этого кристалла, они примерно вот такие по размеру были. Они были, похоже, знаешь, белый, чуть-чуть розового и чуть-чуть оранжевого. Вот такой интересный цвет. Ну, практически у всех, я вижу, не было других цветов этих кристаллов. Наверное, взаимодействие со Вселенной давало ему такое красное. Они такие непрозрачные, но не мутные, а, блин, ну, вот не знаю, как сказать. Через них можно, вот как шар, допустим, да, он вроде смотришь, и не могу описать его. Не знаю таких слов. Я его вижу очень хорошо, эти кристаллы. Вот эти кристаллы, это были компьютеры, да, квантовые компьютеры каждого рода. Люди жили огромными общинами там. Ну, у каждого, конечно же, своя семья была, но, тем не менее, не как государство, а не так, как у нас там Италия, Испания, Португалия и ещё другие страны. А вот именно это того род, это того род, это того род. Не вижу каких-то серьёзных распри между ними. Возможно, на бытовом уровне что-то, но каких-то армий больших я там не вижу, и какого-то вот направленного. И, наверное, потому что каждый знал свою историю, каждый знал свои воплощения, помнил. В каких-то мелочах, может, нет, ну, общие знания было, не было никаких там, ну, спокойная довольно планета была. Насколько я вижу, связь со Вселенной, связь с коном этой Вселенной, это была наша Вселенная, та же, что и здесь, только она дальше туда, эта планета туда дальше, к центру ближе, скажем так, скорее, чем Земля. Связь с коном осуществлялась, да. Были определённые люди, которые как держали связь, это не жрецы никоим образом, не священники никоим образом, это люди, которые, ну, как следили, передавали законы Вселенной, чтобы другие люди понимали, по каким законам им жить, скажем так. Вот это вот было. И такой человек был один, это как в каждом этом государственном клане, как это правильно назвать, там был такой человек. И был человек, который был, ну, я не знаю, как это правильно сказать, то ли старейшиной можно назвать. Я не совсем слышу, как там, но аналогия по нашим понятиям, скажем так, как у нас на Земле, это можно сказать вождь, старейшина или председатель. Вот кто-то человек один, который руководил этим, скажем так. Довольно развитое общество и довольно миролюбивое было. Она большая была, да. Там было жарко. Чем ближе к той территории, которая темная была, там была зона, как весны, знаешь. А вот если туда дальше, там было жарко. Одежда была, знаешь, как похоже, как у нас сейчас, ну, как бы это сказать, белая одежда, светлая такая, как льняная. Я там не вижу ярких красок, таких каких-то неоновых, люминесцентных. В основном бежевые, белые какие-то одежды и просторы, и длинные. Вероятно, из-за климата, из-за того, что все-таки жарко там было, они были более такие легкие, ну, как куртки, рубашки, штаны и платье, одежда женская была. Да, это, можно сказать, идеальным патриархальным обществом было построено очень хорошо. Там не вижу каких-либо таких, знаешь, но жестких. Да, были какие-то группировки, организации, ну, по типу тех, кто мог рассудить. Это было как судейские органы на территориях, ну, если клан занимал большую, ну, допустим, территорию там, там, там. Были какие-то судейские органы, что люди со своими об этом проблемами могли к кому-то обратиться, чтобы те помогли им решить какие-то вопросы. Ну, вот таким образом это было. Это не милиция даже, это я не знаю, ну, вот как самоуправление какое-то, насколько я понимаю. Их там несколько человек было, коллегиально. Трое или пятеро, я сейчас, пятеро, по-моему. Сейчас, да, пятеро. Ну, вот так. Странная была жизнь такая, где каждый, не то, что помнил, он знал свое воплощение, он не помнил его в мелочах, но он знал их. Там не было скрыто, вот, инкарнации не было скрыто. Они знали, у них в этом компьютере записывалась информация. Если рождался ребенок, они знали, что это ребенок, который там умел, уже там, ну, грубо говоря, условно, там, десять лет назад. Время назад, да. Да, сколько-то времени назад его звали там, это была его там мать, отец, вот, вот. И все вот, они все жили одной семьей, у них не было проблем слишком больших от того, что кто-то умирал, у них страха смерти не было. Ну, потому что они все равно на одном, в одном клане воплощались, в одной семье. Они все были, вот, как, знаешь, рано или поздно родишься, да? Да, да. И рано или поздно тех, кого ты любил, они будут где-то вот, вот, вот. Найдутся, да? Да. Техническая часть какая-то меня больше интересует. Чего помнишь? Эти компьютеры были квантовые, вот это я помню хорошо. Это были они на основе, вот, на природной основе какой-то было. У некоторых людей были как подключения более, ну, как бы это сказать, более серьезные, но эти люди занимали какие-то должности, у них как платки какие-то в голове были. Но это было так, вот, просто на уровне, как бы это сказать, на уровне коммуникации. И вот эти кристаллы могли держать пространство, они полностью держали пространство. Один большой кристалл, который, скажем так, принадлежал роду, и в каждой семье, какой-то более мелкой ячейки этого клана, были кристаллы, ну, вот такого размера, они поменьше, и держали узкую связь, они держали поле, они выступали и как средство связи, и как средство коммуникации, и поле держали общие, вот, семейные. Какая бы мощь была у Роя, если бы он эту технологию захватил, и извратил бы, эту родовую общину в Рой превратить. Это было бы ужасное, да, это была бы совершенно непобедимая машина, скажем так. Все это подпитывалось в этой планете. Готовое объединение человеков, просто ставишь в голове матку, и все, закачиваешь, и все, объединяешь те квантовые компы с этими, вообще элементарно. Да. Там в этой планете кристалл был, который, скажем так, держал поле всей этой планеты. Я только не знаю, вот это даже не буду придумывать, потому что не знаю, не идет информация, всегда ли была планета вот так поделена на бело-черную зону, или условно бело-черная, или она вследствие чего-то такой произошла. Я не вижу там каких-либо очень серьезных, ну, можно так сказать, что это была идеальная планета в том плане, что развитые технологии не вредили природе. Я не вижу там уродливых каких-то заводов или что-то такого там не было. Да, были какие-то, понятно, что люди жили, и достаточно, ну, у них гармония с природой была, скажем так, поставлена во главу всего, а все остальное просто, если были какие-то технологии, то именно такие, которые не вредили природе. Да, электричество было, абсолютно знаю, что было, и это просто помню, что оно там было. Ну, обратно же никаких столбов, никаких проводов там не было. Там было просто электричество, и были большие, как столбы, которые держали силовое поле, и которые держали полностью над всей планетой этой поле. Там, 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 но это не было, как у нас сейчас вышки 5G, там, или еще что-то. Это были естественные, природные, так вот, не знаю, мне оно идет, как огромное что-то, строение, здание, возможно, да, 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 возможно, да, как башня стояла, что-то огромное такое. И там, как сверху, как маяки какие-то горели. Да, оружие было, но оно было скорее, как, ну, просто было оружие, и было оружие. Возможно, когда-то раньше кто-то воевал, почему-то странно, планета же была поделена на две части, но в том моменте было просто оружие, как армии, таковое я не помню, чтобы там были армии, потому что, когда нужно было уже идти на войну, тогда только организовывали эти армии. Там все было на уровне квантовых технологий, там все было на уровне единения человеческого мозга, ну, условно человеческого, наверное, же они человеками смели, еще как-то называли, на уровне единения мозга, скажем так, и Вселенной. Угу. Еда простая, какая-то очень грубая, такая простая, на уровне каши, что-то вот такое было. Не помню, там чтобы кто-то мяско какое-то кушал. Скажем так, общество, которое, скорее всего, не то, что отстало, а развелось до такого уровня, что отошло от цивилизации урбанистической, знаешь, как следующий. Органистической. Да, да. Возможно, и не было, потому что... Да, много энергии и души все. Кому с кем воевать-то, ну, ну, убил он, проснулся, потом вспомнил. Ну, он же все равно вспомнил, да. Да, 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 и придут с вопросами, зачем убил. Самые обычные, да, самые обычные, конечно же, были бытовые проблемы, бытовые какие-то, распри, там бытовые, ну, как все вот эмоции. Любит, не любит, понятно. Кто кого-то там не любит, но на уровне бытовых каких-то, да, вот было, но каких-то более глобальных, я не помню никаких междуусобиц, между этими государствами. И как-то, и границ-то не помню, чтобы они были. Просто жили все, потому что, почему, зачем идти туда, если там десятки воплощений, я уже здесь прожил, ну, почему туда куда-то идти. Были какие-то люди пришли, к ним относились с недоверием и с уважением. Люди, которые не воплощались в этом роду, они как раз и вошли. Но таких были буквально единицы. Как мы пришли. Да, вот пришли называли, пришли именно. Гости пришли, они никакой родовой структуре не принадлежали, они просто пришли туда, непонятно откуда. И если этот человек, который раньше в родовой структуре не воплощался, когда он рождался у женщины, это было видно, что этот человек пришлый, потому что его энергоинформационная ячейка не принадлежала никому ранее. Это были пришлые. Но таких было мало, и такие почему-то… Ну, путешественников мало. Да, очень мало я никак. Это было не правило, это было исключение. Из правила. А вот знания были, они в каких-то как библиотеках хранились. И обучение было, и знания были. Еда была, физиология была. Тело было достаточно плотное, скорее всего, даже такое, как здесь наши. Возможно, там что-то было с гравитацией чуть-чуть, даже посильнее, потому что люди до низкого роста, приземистые, более кореностые. Нет, не плотные, толстые, а вот… Или наоборот. Или наоборот. Меньше, меньше. Может быть, меньше, да, но я вижу, что какая-то разница была. Угу. Чуть-чуть поменьше. Понятно. Да, знания там, по-моему, обо всем было. Даже о тех предметах, которые не использовались. Ни в быту, ни постоянно, но знания о них было. Вот я говорю, что никогда не было там армии, или в тот момент, который я помню, не было армии. Но знания об армии были, и знания об оружии были, о каком-то… Как знаешь, как чертежи, схемы, ну вот на таком уровне. Что при желании, или при необходимости это можно было воссоздать. Да, какая-то были там какие-то, ну типа, как это называют, если по-нашему, это говорит, мануфактура или заводики, вот что-то такое было, соответственно. Потому что, ну а в основном, обычный простой труд, и простая еда, и… А вот ты говоришь о технологиях, да, были там какие-то средства передвижения, я просто не вижу там никаких дорог, и не помню никаких дорог. Мне кажется, что они как, знаешь, низко-низко летали. Я не знаю, как можно низко-низко летать, но вот дорог нет, и только направление, вот как столбики там, там, там направление, вот куда. И что-то как низко движется, как лодка какая-то, но низко движется над землей. Каким образом она так двигалась, не знаю, может какая подушка, вот эта вот подушная, это я не буду даже говорить, потому что просто вижу на вот такой высоте, она жух так. картинки, но в основном картинки подгружаются, знаешь, я вижу себя в разных ситуациях, ну, как может быть, это именно женский эгоцентризм, или может потому, что именно это нормально, а может каждому человеку так приходит то, что его касается, а все остальное антураж, только внешний, вот я это вижу просто как декорация, и просто себя вижу в той ситуации, в той ситуации, вот когда я по пляжу иду, разговариваю, вот то, 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 ну вот на таком уровне. Ну да, мы были пришлые. Оружие было волновым каким-то, как вот у нас здесь пушки. Там все было, там все было, да, там было иначе, но там все было такое, но там и были какие-то волновые, и были какие-то на уровне лучеметов. Я видела просто, что яркие, да, яркие лучи такие выходили, этим можно было, как палка какая-то светится длинная. Это можно было воссоздать, это можно было с этим работать, но как такового, что оружие там в каждой семье, такого не было, просто, ну, смысла не было. Да, смысла не было. Но знания об этом хранились, потому что, когда пришло время, то вы очень быстро создали, буквально там прошло несколько месяцев, и вы это все создали по тем чертежам, и потому что можно было, вот, 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 что нужно было сделать. Это не нужно было придумывать. Кристаллы, вот чувства, прям через себя, как проходит энергия. Там кристалл сам дает, вот эту вот вибрацию, как-то сфокусировать, можно просто идти, вот там везде, вот как на зеленой планете магия, так вот там, вот, вот эта вот энергия. Это квантовая, квантовая какая-то. что-то квантовое такое, понимаешь, и вот этим можно было и воевать, и созидать, и разрубать, условно, разрушать. И как-то она в это вклинилась, в мозги, в это. Некоторые свойства, как уменьшены были, изменены, и она тоже какое-то поле давала. Скорее всего, что там было до этого, какая-то, понимаешь, то, что общество пришло к такому уровню развития, это было следствием чего-то. Да, да. Скорее, я, насколько помню, я сейчас, ну, я вспоминаю просто там, как история какая-то передавалась, или вот это у них было уже как заложено, знаешь, что вот так нельзя, потому что в свое время, и вот-вот-вот, понимаешь, это все вот было на уровне, ну, это не эпос, конечно же, это все было записано, и это все было задокментировано, но вот эта часть планеты была мертвая вследствие того, что, и не вращалась планета правильно вследствие того, что, она не то, что была вымирающая, она была какая-то деформированная, и вот эта вот часть одна, которая, вот, на которой жили люди, она функционировала, а та другая была, как мертвая постоянно. Может, на нее что-то и светило, в моем восприятии она черная идет. Я не могу сказать, как она вращалась, я ее запомнила, эта сторона была та для жизни, а та мертвая, и все. Но это... Пристал, как скукушина какой-то. Да, это было, это было вследствие чего-то, поэтому там не было ни воин, ничего. На неповрежденные части, по-моему, тварь не может зайти, как вирус, он только, в первую очередь, поврежденный атакует, и там уже было что-то. Там уже что-то было, что как ворота ее открыла, что как лазейку позволило ей внедриться или войти, вот, что-то такое, да. Вирус, который помимо нее, он шлялся по вселенной, повреждая сознание и разрушая, заставляя всех убивать. Но мы же сейчас убрали, на уровне рун даже. Да, мы сейчас убрали. Это было, как, знаешь, как выжившие люди, которые отстроили общество вследствие чего-то очень ужасного, которые уже были научены вот этим вот опытом горьким очень, к чему приводит вот это, вот это нельзя, потому что. И то, что сказать, общество близкое к идеалу, это не процесс эволюции, а процесс того, что, ну, другого пути уже не было им. Угу. Да, потому что, иначе всеобщее уничтожение коллапс. Там же просто как-то вот вся планета силовое поле высоковибрационное, то есть там как-то вот и этим же мы и воевали, и вселенная взорвалась подозревая не потому, что твари ее уничтожили, потому что некое напряжение полей было таким, что и вторая часть слишком большая, кристалла нет. Как лопнула. Да, взорвалась. Не выдержала, лопнула, да. То есть мы выкачали столько из кристалла для войны, что он... Просто не смог держать форму эту, а лопнул. И та половина тоже, там была битва, и они выкачали столько, и каждый, каждый как подключен к этому кристаллу, и друг с другом воевать, это... Там была... Это как сам с собой воевать уже получалось. Потому что поле планета держало, общее поле. Левая рука справа, да. Да. Потому мы сколько могли, мы уничтожили, и... Да, сейчас немножко корешет. Позавлю что-то новое. Вот с вчерашнего дня вот такие вот жёсткие-жёсткие картинки, так чух-чух-чух-чух-чух. Чёткие, скажем так. Чёткие, да. Я куда-то отвлекаюсь, вот туда посмотреть, туда они просто... Раз-раз, я знаю, откуда эти картинки. Ага. И себя вижу, и тебя вижу, и других вижу. Теловой, чё-то там бегал, маленький. Ты? Все маленькие, да. Там все были маленькие, ты не был маленький. Ты был самый, ну, такой, как все. Ну, да. Вероятно. Кругленький. Ты хороший был, не рассказывай, не кругленький. Не знаю. Там как, чтобы передать информацию, нужно как настроиться. Вот я бегал, выдал к другому, убеждал. Точнее, подавлял общину. Там нужно... Да. Сидеть. Да. У них же было это на уровне, запрет на уровне, я не знаю, в мозгу, что нельзя воевать. А тебе нужно было собрать войско. Поэтому как конфликт был, что вот они-то и понимали, что как бы нужно... Не друг с другом же, а вот просто быть подумаем. Да. А вот для них вот табу вообще была. Любая война для них как табу. И тебе нужно было переломить это всё. Чтобы собрать их, консолидировать какую-то армию, создать. И быстро. На это нужно было несколько месяцев всего лишь. Ну, я просто дать это. Потому что потом просто они открывают свои сознания. Я как всеми думал. Да. Там всё просто. Там готовая армия. Просто люди понимают, что надо, и как открывают своё сознание. единое. Это помогло Сталину во Втором мировой вот это свойство, объединять сознание. Он знал, как это можно делать, в общем-то. Советское общество сделал. Общее поле. Общее поле держать, да, для блага. Да. И он как показал людям, как держать общее поле. Память Алекса о том, как это было без некой свободы и общей поле. Свобода в общем поле. Новая Юля не было. Алекса был слишком молод, да. Да, 27. И ушёл. Ну, другой вопрос. Ладно, перерывчик. Ладно.